Виктор Зуев Еще два года назад ученые из Лондонского королевского колледжа объясняли большую подверженность мужчин к таким заболеваниям жаждой микроорганизмов сохранить здоровье женщин, как ответственных за здоровье детей и, соответственно, за продолжение рода, без которого вирусом просто не выжить. Так это или нет, вопрос пока открытый, но сухая статистика теорию пока подтверждает. Давайте теперь представим портрет человека наиболее уязвимого перед COVID-19. Как мы только что выяснили, это мужчина, пожилой, старше 65 лет, перенесший инфаркт и страдающий хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, болезнью почек или же онкологией. Если хотя бы один из перечисленных критериев можно отнести к вам, следите внимательнее за своим здоровьем, избегайте большого скопления людей, следуйте мерам профилактики, о которых мы поговорим чуть позднее. А сейчас давайте разберемся, как же понять, что вы заболели. В 90% случаев поднимается температура тела, этому сопутствует сухой кашель. В 80% случаев чуть реже отдышка, это почти половина, может быть также ощущение сдавленности в грудной клетке. Иногда болезнь может себя выдавать и другими симптомами, например, головной болью, диареей, тошнотой и рвотой, или же учащенным сердцебиением. Все это может напоминать сезонные заболевания гриппа и ОРВИ, поэтому если вы почувствовали недомогание, незамедлительно обратитесь к врачу. Помните, даже если вы не относитесь к группе риска, вы можете стать разносчиком инфекции, поэтому необходимо соблюдать карантин. Один из старейших медицинских журналов, The New England Journal of Medicine, опубликовал вот такую инфографику. Здесь описано время жизни на разных материалах и поверхностях. Дольше всего он может существовать на пластике и нержавеющей стали до 3-4 дней, а вот меньше всего в тумане, смоге и пыле, всего лишь до 3 часов. Сутки держатся на картоне и до 4 часов на медных изделиях. Поэтому брать в руки изделия из пластика старайтесь как можно реже или после этого сразу же обрабатывайте руки специальным дезинфицирующим раствором. Рекомендуют врачи определенный рацион питания. Гречка в нем далеко не главный продукт. А вот чеснок и лук как раз кстати. Эти продукты богаты природными антибиотиками, фитонцидами. Также диетологи советуют употреблять в пищу морскую капусту, имбирь, ягоды и фрукты, разные виды капусты и орехи. Все это даст вашему иммунитету мощную поддержку.